Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, ввиду детской травмы, связанной с потерей близкого родного человека, а именно отца, вот, вы сейчас переживаете как за своего мужчину, с которым вы сейчас вместе, так и за своего ребенка, вот. Вы переживаете, постоянно беспокоитесь о том, что с ними что-то случится, вот, как, значит, с вашим мужчиной, да, получается. Вы беспокоитесь, так, вы беспокоитесь, значит, по поводу того, что может случиться что-то и с вашим ребенком тоже. Вот, получается, вы описываете ситуацию, при которой, при которой вы не можете расслабиться, да, не можете... Ну, как бы, спать, да, вы, ну, по сути, вот, в постоянном, в таком напряжении находитесь. Вот, значит, и, соответственно, спрашиваете вы о том, что вам делать. Как тебе, в этом случае, помочь? Ну, во-первых, прожить драму, конечно. Прожить все эти чувства, которые у вас были тогда, вот, которые, судя по всему, вы запрещаете себе. Запрещали себе проживать и которые, вот, до сих пор дают о себе знать. Из, так скажем, прошлого, вашего. Это первое. Это первое. На что нужно обратить внимание, на мой взгляд, заключается в том, что то, что вы демонстрируете, такую вот чрезмерную, получается, зависимость от окружающих людей, близких вас. Это запрет на злость на них. То есть это такое, вот, тотальное подавление, если хотите. Подавление себя для других, то есть это такое, вот, базовый, получается, базовый страх. А базовый страх, того, что вас бросит, вот. Ну, может быть, это у вас стало приобретенным, в связи, опять же, травмы, где вы чувствовали себя бесконечной, брошенной одной, вот. В связи с этой ситуацией, которая у вас произошла. Либо, может быть, вы всегда такой были, всегда нас это беспокоило, и то, что ваш отец погиб, конечно, является трагедией, но... То, что я сейчас скажу, может быть, будет не очень приятно, но... Я должен это сказать, что существует наука виктимологии, вот, и существует феномен виктимного поведения, вот. И то, что выбрали люди вашего папу в качестве жеркви, конечно, с одной стороны, не отменяет никак того факта, что любимый в нас это может произойти и случиться, с одной стороны, вот. С другой стороны, то, что для нас, людей, которые остались в живых, это повод... Это повод посмотреть на то, как мы строим... В общем и целом... Свою собственную жизнь, и... Что мы делаем со своей жизнью, вот. И насколько мы... Сами не ведём себя... Как... Как... Ну... Как жертвы, да? Насколько мы сами... Не ведём себя... Как... А... Люди, опасающиеся, скажем так. Вот. Опасающиеся очень... Сильно чего-то... Там... Боящиеся... А... Чего-то... Может быть даже... Боящиеся... Там... Чуть ли не... Собственные тени, и так далее. То есть это вот... Повторю, да? Это... Это то, что неприятно, То, что в любом случае... Непри... Неприятно может быть... Для вас. Но это... Это... Вот... Та... Реальность... А... Вот... Которую... Нужно... На мой взгляд... Учитывать. Если мы хотим... Вам помочь. Вот. То есть нужно понимать, да? В какой-то степени... Что... А... То, что демонстрируете вы... Прямо... Прямо... Ну прямо сейчас... Вот здесь... Вот... То, что вы демонстрируете... Это... Некоторая такая... Эээ... Несам... Ну... Несамостоятельность... То, что вы демонстрируете... Это вот... Некоторая такая... Уязвимость... Причем уязвимость... Такая вот... Достаточно... Я бы сказал... Эээ... Серьезная... Достаточно... Я бы сказал... Эээ... Сильная... Достаточно... Я бы сказал... Эээ... Всеохватывающая... К сожалению, это то, что на вас не влияет, это то, что вас как-то определяют в данном случае. И, конечно, это то, что причиняет вам сильную боль, невозможность опереться на себя, невозможность опорить на себя в данном случае. Вот. Это именно так в данном случае. Конечно же, происходит. Вот. Вот вопрос, который... Вопрос, который хочется вам задать. Значит, разрешаете ли вы... ...себе... ...злиться на... ...своих близких? Вот. Вот. Это вопрос, который очень важно... ...рассмотреть. Вот. Потому что... ...если вы себе этого не разрешаете... ...вот... ...если вы себе это запрещаете, то... ...одно из оснований... ...эм... ...тревожности вашей и... ...вот... ...потального страйка. ...это вот... ...именно это. То есть... ...эм... ...через... ...ээ... ...слаг вывешаетесь вот... ...э... ...естественно... ...на мой взгляд... ...ээ... ...в 수... ...наг.... ...изот... Вот. А за такую зависть самостоятельных. То есть вам, ну вот, тяжело и болезненно вот так вот с тем, что вся ваша жизнь зависит от, по сути, от того, будет ли всё в порядке с другим человеком или нет. Поскольку вы знаете, что гарантировать этого вам не может никто, поскольку вы знаете, что гарантии никакой никто вам дать не может, то, соответственно, естественно возлагают вот проблемы. И эти проблемы, они вот и приводят как раз к тому, что вы сейчас ощущаете, вот к тому, что вы сейчас чувствуете к тому, что вам больно и так далее. Вот. А можно ли это скорректировать? Можно. Это можно скорректировать. Вот. Но для этого нужна, конечно, работа. Индивидуальная, в первую очередь, работа с вами и последовательная работа страны. Вот. Вот. А что, конечно, процесс не быстрый. Вот. Вот. с вами стану вам было девять лет. Вот. Сейчас вам сильно больше. Вот. Прямо во... во... востарело. Ваше. Вот. Скорее всего, скорее всего, вы приобрели какую-то выгоду из этого. Вот. Ну, то есть, буквально, буквально, как это вам стало выгодно в определенный момент вам стало выгодно бояться этого, потому что так вы можете получить некоторые преференции. Вот. А я понимаю, что то, что я сейчас говорю, может показаться вам очень неприятным. Я прекрасно, прекрасно это понимаю. Вот. Лучше будет, если мы это озвучим. Сразу. Вот. Будет лучше, если мы сразу скажем об этом. Будет лучше, если мы сразу как-то вот для себя поймем, как вы к этому относитесь, да? То есть, если мы сразу поймем, как вы воспринимаете вот такие вещи, которые могут быть, ну, с которыми вы можете быть не согласны. и соответственно, после этого мы с вами уже можем решить, можем ли мы двигаться дальше. дальше. Вот. Если, если у нас возможность двигаться дальше, например, например, то, что вам больно, то, что вам тяжело, то, что вы находитесь вот в таком, получается, постоянном состоянии стресса, это... ужасно. И мне безумно жаль, что вы в таком состоянии находитесь. Правда, мне очень жаль. Я вам сочувствую. Но нужно понимать, что у вас на сегодняшний день есть некоторые установки у вас в сознании. Вот. Есть некоторые опоры, скажем... скажем... скажем так. Вот. Которые создают вот эту ситуацию, которые делают ее... эту ситуацию для вас, ну, возможно. Вот. И, конечно же, конечно же, хорошая новость, на мой взгляд, заключается в том, что это можно изменить. Изменить. Вот. Хорошая новость заключается в том, что вам необязательно находиться в... ну, в таком состоянии. Вот. Совсем. Совсем необязательно. Вот. И это можно исправить. Вот. Как-то так я бы вам сейчас ответил. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Очень надеюсь, что вам это было как минимум полезно и интересно. Вот. Очень на это надеюсь. Вот. Хотя и понимаю, что... Возможность того, что вы хотели, да, вы не получили... то есть, ну, то есть, если вы чувствуете, что вас это прям, вот, подавляет, да, и подавляет очень сильно, вот. Вот. То имеет смысл действительно обратиться к врачу, вот, имеет смысл на самом деле обратиться к врачу. чтобы он вам прописал соответствующие препараты для того, чтобы вы могли немножечко свое состояние облегчить себе, чтобы вы могли себе облегчить свое состояние. Тогда, может быть, заняться как раз психотерапией. Допустим, ну, предположим, да, сейчас, к примеру, вы как-то не готовы, да? Вот как раз вы сможете быть готовы именно вот благодаря препарату, скажем так. Как-то так, как-то так. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя смогли найти здесь что-то интересное. Вот еще раз хотелось бы выразить вам свое сочувствие по поводу вашей ситуации. Ну, вот, повторюсь, все можно исправить. Вот, все можно скорректировать, да, ничего нет такого вот необратимого в данном случае. Достаточно только вашего такого желания в этом направлении работать. Достаточно от того, чтобы вы хотели меняться, выходить немножко за границу того, что вы знаете, чувствуете и ощущаете сейчас. Вот, то есть вот этого, в принципе, на мой взгляд, было бы достаточно. Но я, с другой стороны, понимаю, что вам это может быть и тяжело. Вот, как-то так, за обратную связь по моему ответу буду благодарен. Это позволит вам сформулировать базовые постилаты для психотерапии. Вот, позволит вам сформулировать основные векторы. То есть то, что вы хотите, например. Вот. То есть, ну, грубо говоря, актуально ли для вас сейчас прожить то, что было у вас в детстве, да, как-то вот. Или актуально для вас скорректировать свое состояние в настоящий момент. Вот. Чтобы вас, например, это не беспокоило, ну, или в меньшей степени беспокоило. То есть вам, ну, вам нужно это, конечно же, решить. Решить самостоятельно. То есть за вас это в данном случае никто не решит, конечно. Конечно же. Вот. Ну а я вам желаю всего самого доброго. Вот. Обращайтесь за помощью. С помощью мы всегда с большим удовольствием вам поможем. Вот. Мне кажется, если честно, что вот вам выговорится, выплеснет вот этот вот негатрит, который у вас есть. Вот это вам было бы сейчас очень, 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 очень нужно. Вот. Такое мое мнение, конечно. Я могу ошибаться, но мне кажется так. Вот. Удачи вам. Вот. Самого доброго. Обращайтесь. Так. 've. У.